Всем привет и добро пожаловать на канал Биби Таки Доллс. Сегодня у нас кукольное чайпитие, поэтому наливайте себе какой-нибудь вкусный напиток в подходящей погоде и начинаем. Сегодня мы поговорим о фэшн-куклах. Кажется, что такие куклы появились совсем недавно, буквально на нашем веку, но это не совсем так. Да, количество фэшн-кукол, которые выпускаются сегодня несравнимо больше, но вообще-то это очень древнее явление. Таких кукол находили в древнеегипетских захоронениях и на различных археологических раскопках. Однако точное предназначение кукол тех древних времен нам неизвестно. Есть только предположение, что это тоже были фэшн-куклы, но мы точно знаем, что в средние века фэшн-куклы были безумно популярны. Что вообще значит фэшн-кукла? Это значит, что ее образ создает дизайнера по одежде, по аксессуарам, по прическам, по макияжам. Такая кукла показывает модные тенденции на сегодняшний день. И начнем мы с 14 века. Известно, что супруга английского короля Ричарда II получила фэшн-куклу в 1391 году в подарок. Кукла эта была из Франции и одета она была по французской моде, но английской королеве, конечно же, необходимо было знать, как сейчас модно одеваться в Париже. Конечно же, в самой Франции о фэшн-куклах уже давно знали. В 1396 году портной его французского величества получил от короля 450 франков. Я не смогла найти эквивалент этой суммы на сегодняшний день, но поговаривают, что это огромная сумма. Так вот, эту сумму он получил за кукольный гардероб. И такая кукла с богатым приданым была подарена английской королеве. В 15 веке испанская королева тоже занималась шопингом с помощью фэшн-кукол. Посмотрев на новинки новых парижских туалетов на кукле, она выбирала и заказывала одежду и аксессуары для самой себя. И примеров таких королевских модных покупок еще очень много. Короли дарили фэшн-кукол своим заграничным невестам, чтобы те могли посмотреть на моду его двора и подготовиться. Своим женам, своим родственникам дарили в подарок каким-то другим монархам. К 1640 годам партнер и модельеры Франции решили активно использовать этот инструмент рекламы. И кукол таких назвали Пандора в честь древнегреческой мифической героини. Название довольно остроумное, так как модные новинки от этих кукол распространялись примерно с такой же скоростью, как и несчастье и болезнь из ящика Пандоры. Изначально эти куклы появились во Франции, затем их начали производить и в Англии. Куклу Пандора отправляли потенциальным заказчикам с огромным ящиком разного приданого, точнее модных новинок этого сезона. Причем в комплекте в этом сундучке лежала не только одежда, но и аксессуары, и разные украшения, и даже духи. Эти куклы могли ездить от одного дома, от одного аристократа к другому, и таким образом у них был настоящий модный тур. Куклы эти были очень дорогими и очень редкими, поэтому отправляли их только богатейшим дамам по всему миру. Иногда таких кукол выставляли на разных выставках. Например, в 1703 году в Париже создали знаменитую модную куклу, которая называлась La Pope de la Re Saint-Honoré. И шесть копий этих кукол отправились в разные страны. Отправились они конечно же к богатейшим дамам в Европе. Одна из таких кукол выставлялась в Венеции для публичного созерцания. А по поводу другой в одной из лондонских газет появилось объявление. На Кинг-стрит в Ковенгартен будет выставлена французская кукла, одетая по моде этого года. Было два вида таких кукол. Большая пандора и малая пандора. Это не значит, что они были разных размеров. Просто малая пандора показывала моду, так скажем, домашнюю для обычных дней, для обычных выходов. Например, для прогулки. А большая пандора показывала бальную моду и моду для разных светских мероприятий. Куклы обшивались очень тщательно и без каких-либо упрощений. Ведь даме нужно было понять, как именно надевать эти вещи. И, конечно же, ее портной должен был понять, как сделать выкрики для настоящей дамы, а не для куклы. Именно по этим миниатюрам. Куклы эти были подвижными, чтобы им можно было придавать разные позы. Например, посадить. Размеры же у кукол бывали самые разные, даже в человеческий рост. Одежду с такой куклы дама могла надеть прямо на себя. Причем были не только куклы дамы, но и кавалеры. И встречались даже дети. Кукол могли делать из дерева, из воска, из гипса. Глаза обычно были нарисованными, но иногда встречались и вставные стеклянные. И, конечно же, у кукол были волосы. Ведь прическа была важна не меньше, чем платье. И моды на прически тоже менялась. Волосы для кукол могли делать из льна, шерсти или из настоящих волос. На фотографиях вы можете увидеть, что у кукол на лице есть большие черные такие пятнышки. Это мушки. То есть, таким образом модельер показывал, куда стоит поставить мушку даме в этом сезоне. Многие знатные дамы в итоге обзавелись своими куклами Пандора. И хранили их в специальных комнатах со всем их имуществом. И модные дома и дизайнеры тех времен присылали таким дамам судочки с приданным для их кукол, с новинками модных тенденций, чтобы дама могла все это примерить, посмотреть и выбрать, что она хочет у портного заказать. Это довольно дорогая рекламная кампания, но нужно учитывать, что наряды этих дам были очень и очень дорогими. Поэтому и на рекламу тратились довольно большие средства. Одевали куклу очень тщательно. Важно было показать не только нарядное платье, но и все многочисленные слои одежды, которые находились под этим платьем. Тут были и нижние рубашки, и юбки, и корсеты, и даже чулки на подвязках. Ткани использовались дорогие, ведь нужно было показать из какой ткани будет сшито то или иное платье и показать даже его отделку. То есть, если на настоящем платье должна быть вышивка или отделка камнями, то и на кукольном наряде они тоже должны быть. И, конечно, обувь не оставалась без внимания. Маленькие башмачки, сумочки, перчатки, шляпки — все это должно было дополнять образ куклы, ну и, соответственно, даму, когда она закажет этот образ. Нам сложно сейчас осознать, насколько важна была мода в те времена. В 18 веке в Европе шла война за испанское наследство, но обмен модными новостями был настолько важен, что для карет с куклами Пандора во время сражений открывали коридор для безопасного проезда, чтобы кукла могла проехать из одной страны в другую, даже если эти страны сейчас воюют. Так один из французских генералов писал. Этот эпизод достоин того, чтобы быть отмеченным в хрониках истории. Министра обоих дворов вняли требованиям дам. Этот договор пользовался непререкаемым уважением. И в дни самой ожесточенной борьбы между Францией и Англией эти куклы были единственным объектом, всегда остававшимся в полной безопасности. Сегодня на куклу Пандора можно посмотреть в музеях. Одна такая кукла хранится в Гатчинском дворце. Принадлежала она императрице Марии Федоровне, а создала ее модистка французской королевы Мария Антуанетте. Выставлены куклы Пандора и в парижском музее моды Гольера, но, к сожалению, сохранилось этих кукол немного. Как я говорила, они были сделаны из дерева, гипса, воска. Это не самые долговечные материалы. До наших времен, этих кукол дошло совсем-совсем немного. Но сейчас есть мастера, которые полностью повторяют технику изготовления этих кукол, и коллекционеры этих кукол в них покупают. На самом деле разобраться в теме было настолько сложно, что все фотографии, которые вы видите, вполне возможно, что там есть фотографии не музейных кукол, а именно каких-то вот этих реплик от мастеров. К сожалению, я не такой специалист по винтажным куклам, чтобы распознать, где историческая кукла, а где эта работа мастера. К счастью, у нас есть очень подробные фотографии двух таких кукол Пандора. Это английский вариант кукол, и создал их мастер по имени Мистер Хиггс примерно в 1680 году. Зовут этих кукол леди и лорд Клэпхэм. Эти куклы сидят на красивых стульях при полном параде, и у них довольно обширный гардероб. И музей, в котором хранятся эти куклы, сделал подробнейшие фотографии каждой детали. Начнем мы с леди Клэпхэм. У нее был повседневный наряд и парадный. Вот так кукла выглядит без одежды. Ручки и ножки у нее двигаются. И начнем мы с белья. Нижняя рубашка сшита из тонкого белого льна и украшена плетеным кружевом. На ножках у нее шелковые вязаные чулочки. Закреплены они с помощью красных шелковых подвязок. Нижняя юбка сшита из рельефного плотного белого льна. На талию подвязывался навесной карман из такой же ткани. Прятался этот карман под верхней юбкой. И на юбке для удобства был специальный разрез, чтобы можно было просунуть руку к этому карману. Дело в том, что сумочки тогда уже были, но в сумочках женщины носили только Библию. На голове у леди Клэпхэм чипец с оборками. Сшит он из шелка. Сверху на рубашку надевался корсет. Корсет сшит из шелка и в нем вставки из китового уса. Вся поверхность корсета украшена вышивкой, металлизированной нитью. Домашний ее наряд состоял из юбки и верхнего платья. Юбка и верхнее платье сделаны из одинаковой ткани и это шелк. Парадный наряд это верхнее платье из дорогого шелка, украшенное металлизированной нитью. И полы платья отведены назад и закреплены с помощью пуговок. Сзади юбка со шлейфом. И в тон верхнему платью есть из такой же ткани еще и юбка. У леди Клэпхэм есть даже ювелирное украшение. Это сережка и жемчужная подвеска. На ножках у нее туфельки из шелка, каблук обтянут кожей. Давайте теперь посмотрим на лорда Клэпхэма. У него тоже есть повседневный наряд и официальный. Нижняя рубашка у него до колен и с тонкой белой ткани. Вороты и манжеты украшены кружевом. На ногах вязаные чулки с простыми подвязками под коленом. На рубашку надет парадный камзол. Сшит он из шелка с рисунком. Петли и пуговицы оплетены шелковой нитью. Подкладка сделана из небеленного льна. И на ногах панталоны чуть ниже колена из такой же ткани. На шее тонкий белый шарф из киси с бахромой. Сверху надет темно-красный кафтан. Отвороты из серебряной парчи. А вот подкладка из белого льна. Украшен этот камзол с серебряными нитями и пуговицами. Суфли лорда из кожи и застегиваются они на пряжку. Есть у него и аксессуары. Это шляпа, шпага, кошелек и шикарные перчатки из светлой кожи. Кошелек тоже, кстати, не так-то прост. Он из парчи на серебряном шнурке и украшен бусинами. Домашнее платье лорда надевается сверху на нижнюю рубашку и бриджи. Это что-то вроде халата из китайского шелка. Есть у этой пары и ночная сторочка из тонкого белого льна. Если честно, я не разобралась, кому из них она принадлежит. Куклы Пандора были очень популярны в 17-18 веках. Но в 19 веке начали появляться модные журналы. Выпускать журнал с рисунками модных туалетов в разы, в десятки раз дешевле, чем развозить куклу Пандора. И постепенно куклы Пандора были переданы матерями их детям для игры. И таким образом предназначение кукол начало меняться. То есть в 19 веке кукла стала уже не взрослой затей, а забавой для детей. Но тоже все не так просто. Ее предназначение менялось, ее внешний мир менялся. Об этом мы поговорим позже в следующих выпусках. Надо признать, что фэшн-куклой кукла еще не перестала быть, перейдя в детские комнаты. Считается, что сейчас роль Пандоры выполняют манекены в магазине. На мой взгляд, это лишь отчасти так. И все-таки для меня ближе к этой роли именно фэшн-куклы. Интересно, что о куклах Пандора и вообще о фэшн-куклах вспомнили во времена ковида, когда Москина упустил свою коллекцию одежды и показал ее на куклах и для кукол. Сегодня мы редко задумываемся, почему куклы Барби, Интегрити, Рейнбоу, Лол и так далее, так далее, называются именно фэшн-куклами. И часто взрослые девушки пишут мне, что им очень нравятся куклы, но кажется странным это вообще увлечение тратить на это деньги, вообще этим заниматься, будучи взрослым человеком. И на мой взгляд, функции кукол вообще на сегодняшний день самые разные. Безусловно, у куклы есть воспитательная функция для детей, но есть и фэшн-функция для взрослых. И я, например, обожаю куклу Интегрити Тойс именно за это. Да, у меня в коллекции есть куклы Барби, которые помогли мне воплотить свою детскую мечту, но отношение к куклам Интегрити у меня абсолютно другое. Никакие детские воспоминания меня, конечно же, не связывают с куклами Интегрити Тойс. Я их вообще увидела уже будучи студенткой. И увлекаясь куклами Интегрити, то есть я, например, обращаю внимание на дизайнеров. Я обращаю внимание на то, как меняются прически моды из года в год. Если вы смотрели видео про отдельных персонажей, Адель, Веронику, Кёри, то могли увидеть, как менялась за последние 20 лет мода. Потому что эти куклы хорошо отражают моду на макияж, на прически, на вечерних платьях очень хорошо это заметно. Более того, гифцеты от Интегрити Тойс помогли мне понять, как вообще работает капсульный гардероб, что это такое и как он составляется. И создание одежды для кукол — это не то, чтобы игра, это обучение. Если рукоделием занимается ребенок, он может учиться шить, вышивать, вязать. Естественно, с долей творчества, но в большинстве случаев у детей это именно часть обучения. И когда ребенок уже научился шить, или когда шьет или бежит, например, взрослый, который уже умеет это делать — это, конечно же, творчество, это дизайн, это интерес к моде и какой-то гармонии и красоте. Я говорю именно про кукол Интегрити Тойс, потому что для меня вот эту функцию фэшн-куклы выполнили именно Интегрити Тойс. Вполне возможно, что у вас абсолютно другая история, абсолютно с другими куклами у вас так сложилось. Это могли быть Барби, Лоломджи, Рейнбоу, Монстер Хай, кто угодно. Может быть, для вас интересна детская мода, и вы так смотрите на кукол, например, Паула Рейна. Или вам интересна мужская мода, и вам интересны кены. Мне очень было бы интересно узнать, как сложились ваши отношения с разными фэшн-куклами. На каких кукол вы смотрите именно как на фэшн? То есть не просто как на красивую какую-то куклу с красивым лицом, а как на какой-то цельный модный образ. Смотрите на прическу, на макияж, на одежду, на обувь, на аксессуары, как это сочетается, как это сделано. Может быть, вы повторяете образы кукольные в своей реальной жизни и, может быть, ориентируетесь на них как на модные журналы. В общем, мне будет ужасно интересно прочитать ваши истории. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было для вас интересным, и я очень жду ваших комментариев и здесь, и в своем телеграм-канале. Ссылка на него внизу в описании к этому видео. А мы с вами встретимся совсем скоро и продолжим разговаривать о куклах, и, конечно, узнаем, как развивалась кукольная история дальше уже в 19 веке до сегодняшнего дня.